Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. Я сегодня нахожусь в Тольятти на производстве печи Добросталь и за моей спиной. Не так, чтобы новинка, но одна из отличнейших печей для бани, которая называется УСЛАДА ПРОФИ. Что с ней так, что с ней не так, мы сегодня разберем. Я ее уже прочекал. И поэтому давайте начнем наш сегодняшний печной обзор. Давайте быстренько по ТТХ. 115 диаметр дымохода. Вот такая вот дверка разработки самой Добростали. Берем рулетку, смотрим диагональ. Диагональ 45 сантиметров. Есть нюанс. Смотрите, когда мы ее открываем, она не до конца открывается, а на 90 градусов. Удобно это или нет? Ну, это и есть небольшой вопрос. Еще раз. Хоп! Дальше она не открывается. И есть такой нюансик. Но самое интересное, ребята, находится внутри этой печи. Следующий момент, что касается каменной закладки. Сверху, вот сюда, наваливается 30 килограмм камня. Сетка, естественно, из нержавейки. Фирменный логотип Куслады. Отличная печь. Привет, Лове из живой русской бани. Отбрасываем ее в сторонку и смотрим дальше. Значит, блок сам имеет круглый форм-фактор. Причем каменка, как вы понимаете, может быть установлена в любой позиции. И каменка здесь весьма любопытная. Но еще больше любопытнее это сама топка. Что касается каменки. 439 марка стали. Вытаскиваем и смотрим. 3 миллиметра толщиной. Объем каменной закладки здесь небольшой. Не более 20 килограмм. Но вы же понимаете, прекрасно, что у Добростали есть турбокатушки, которыми было бы замечательно заполнить такую вот каменку и получать чистейший пар. Сверху все-таки камешков положить надо. Заливная горловина и посмотрим вовнутрь на швы. Смотрим на швы. Еще раз скажу. 3 миллиметра 439 сталь. Откладываем в сторонку каменку. И добираемся до самого интересного. Опа! Смотрите. Топка фоторована шамотом. Шамотной лещаткой толщиной 4 сантиметра. И она сразу идет в комплекте на клеевом составе. Интересное решение? Интересное. Мудрое? Мудрое. Почему? Потому что здесь снаружи вот эта сталь. Несмотря на то, что здесь полтора миллиметра. Это вот прям четко видно. Это 409 марка стали. Но здесь температурного воздействия благодаря шамоту практически нет. Хоп! Посмотрели сюда. Замечательно. Клево. Такой вопрос у нормальных людей возникнет. А какая длина дров сюда может влезть? И какой вообще диаметр топки? Смотрим. Диаметр у нас здесь составляет 32 сантиметра. То есть печь рассчитана на дрова. Примерно, я вам скажу, вот видите, 35 сантиметров сюда нормально влезет. Все, что больше, будет гореть у нас в проходнике. Проходник толщиной 3 миллиметра. Сгорит? Нет. Но особо, обращайте внимание, на противопожарные разделки. Глубина тоже же, наверное, интересна. Давайте сразу, даже не глубину, а габарит возьмем. Высота печи составляет 90 сантиметров. Отличный габарит. По поводу, кстати, как устанавливали дымоход, все ясно и понятно. Поэтому к стене можно его не примыкать. Соответственно, увеличить разделку в потолке, для того, чтобы не пыхнуть случайно. Так, смотрим накрепление самой дверки на экраны. Очень интересная вещь. И смотрите, что здесь находится. Здесь закрытое конвекционное отверстие. Здесь две регулировки подачи воздуха. Она находится на задней части. Придем к этому чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим на пламельки. Как они сделаны и как они устроены. Посмотрели? Видите, что здесь один сантиметр? Да, но это не просто один сантиметр. Это один сантиметр всего лишь керамогранита. То есть, жесткое излучение снимается шамотом, конвективный зазор и уже идет керамогранит. Как вы понимаете, дизайн у печи может быть абсолютно любым. Купили керамогранит, порезали. Если что-то вам уже не нравится в вашей парной по дизайне. Как снимается, выщелкивается. Легко и просто. Вот как это из себя представляет ламелька. Вот она. Также легко и просто она монтируется по месту. Хоп, ставили. Все пронумеровано. Ошибиться невозможно. Номер один, номер один, два. И пошли по часовой стрелке. Интересно? Интересно. Следующий момент. Теперь самое такое, ребят, прекрасное и приятное. Конвекция. Смотрите, как осуществлена регулировка. Раз. Раз. Это нужно для того, чтобы был воздухообмен, а обмен воздухом, да, внутри парной. Но помимо этого, здесь есть еще вот такая вот штучка. Вот она. Видите, маленькая. Совсем небольшая. Но очень важная. Это приток воздуха со стороны улицы. Соответственно, если вы сразу закладываете вент-канал на улицу, то ничего изобретать не надо. Ни с чугуном, ни с какими-то другими дверцами. Все продумано за вас. Печь сама регулирует подачу воздуха. Несмотря на такой маленький ход, который меня тоже сначала смутил, там устанавливаны жалюзи и диаметр отверстия составляет 130 мм. На 20 кубов 100 мм приточка воздуха, это то, что надо. Естественно, не забывайте, что необходимо помимо притока сделать еще и выходное отверстие снизу, сверху и, конечно же, окошко. Так, смотрим дальше. Так, все вроде посмотрели. Заглянем в топочку, увидим чугунный колоссник. Но здесь нет ничего интересного. Казалось бы, но нет. Смотрите, момент, видите, вот здесь, вот эта вот щелочка обдува стекла. То есть стекло, если и будет закопчиваться, то закопчиваться будет на минималках. Ну, естественно, шнурик, все как полагается, все добротно сделано. Не зря добросталь называется добросталик. Еще раз, подача воздуха сюда, подача воздуха туда. Все, ну, естественно, зольник. Зольник же мы не вытащили. Сейчас мы вытащим зольник. Даже зольник из нержавейки сделали. Ну, что можно сказать? Круто, клево. Отличная печь для бани с хорошим паром. Кстати, прототип этой печи. Многие попробовали на банифесте в этом году в живой русской бани. Я думаю, что куча замечательных отзывов на эту печь уже есть в интернете и в ютубе. На этом коротенький обзор вот такой вот замечательной печи у Слада профи на 20 кубов считаю оконченным. Спасибо большое за воду добросталь. А мне пора ехать. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всего доброго и легкого вам пара. Продолжение следует...